Всем привет, ребята! А с вами Саша Деггернаут, и сегодня мы поговорим про такое явление на ютубе, как авторское право! Да! Вы, наверное, зададите вопрос, а почему я это сказал с такой выделенной интонацией? Да потому что я на этом всем авторском праве съел собаку. Съел собаку. Съел собаку. У меня было на канале 3 страйка очень-очень много предупреждений о том, что у меня якобы совпадает контент. А связано это с тем, что я, по сути, меломан и использую абсолютно разные песни в своих видео, а тем более в туториалах, на которых набирается по 200-300 тысяч просмотров, но они у меня просто-напросто не монетизируются. И... ну и все, короче. Эта тема будет для многих ютуберов наболевшая, потому что чувак монтировал долго свое видео, там накладывал какого-нибудь скрилекса крутого, и тут выкладывает на ютуб, и видео даже не монетизируются. Обидно? А мне-то как обидно, когда у меня на видосе набирается практически полмиллиона просмотров, но оно не может абсолютно монетизироваться, потому что я там использовал какую-то песенку. Конечно же, да, труд авторов надо уважать, но получается так, что бывает такая песня, которую никто не знает из моего окружения, и получается так, что не песня меня пиарит, а пиарит уже я ее. Но при всем при этом, как бы то, что ее рекламен я, она забирает у меня всю монетизацию на видео. А я это видео сидел, монтировал, пыхтел, и чисто вот на 10 секунд думаю, отдай-ка вставлю вот эту вот баянистую песню. Ну и что вы думаете? Конечно же, все, у меня пропадает монетизация, и хоть миллион там просмотров будет, а денежку вы от этого вообще не получите. Заживую. Ну все, а... Ну да ладно, ребята, хватит о плохом, сейчас я вам скажу один из способов, как можно обдурить ютуб и использовать любые вещи. А надо начать с того, с чего вы, ребята, монтируете. Если вы монтируете в Sony Vegas, то это просто вам обречит жизнь. То есть у нас есть в Sony Vegas такая функция, как растяжение. Да, ребята? Давайте для начала прослушаем оригинал. Копируем его ради эксперимента и ставим на вторую дорожку. Сейчас мы зажимаем Ctrl и перемещаем нашу мышку. То есть это, получается, мы растягиваем трек. Затем заходим в свойства и ставим связь с растяжением. У нас слишком большое получилось растяжение. Давайте поставим его половина. Теперь давайте послушаем, какая будет разница. Проделаем все те же махинации, зажимаем Ctrl и немножечко смещаем мышь. То же самое можно сделать не с растяжением, а с ускорением трека. Трек будет звучать иначе. Ставим также 5 и слушаем разницу. Ну а для чистоты эксперимента давайте я вам покажу, как это вообще работает. Как мы смотрим, спектры у нас расположены по-разному. Сама песня, она не меняет своего смысла, значения. То есть мы ее ощущаем так же, ну с небольшими изменениями. Но уже Ютубу будет очень сложно ее определить. И поэтому у нас как бы, ну чуть ли не 100% авторская защита будет. Эта фишка работает так же, как и в караоке. То есть, объясню вам как. Есть оригинальная песня, в которой там прям идеально идут вот эти вот волны. Ну, я не знаю, в общем, эти зигзаги идут. Вот. Когда поете вы, у вас, ну там, хоть нарушение. Там может вы голос выше сделали или там, ну, что-то не попадаете в ноты. Вот. И вам вот это вот караоке показывает общее количество баллов. То есть на сколько процентов, ну, как ваше исполнение совпало с оригинальным. Вот. Так же работает и Ютуб. То есть если вы даже какую-то возьмете песню, вот, даже если вы будете поверх этой песни что-то там бубнить, то есть будь это ЛП или там какое-то другое абсолютно видос, ну, то есть где будут, помимо этого, другие звуки, все равно у вас эта песня определится рано или поздно. Ну, а сейчас я вам расскажу, какие могут быть наказания в случае того, если вы использовали тот или иной контент. У меня бывало так, что просто-напросто под видео указывалось название этой песни, но монетизация оставалась на мне. Это очень хороший исход. Бывает тогда, когда Ютуб обнаруживает какую-то авторскую песню, накладывает монетизацию уже на автора, а у вас ее полностью отключают. То есть за все просмотры денежки получать будет он, но не вы. Не важно, сколько там будет просмотров, миллион или два миллиона, то есть все, видео можно уже удалять. Есть также еще один исход, именно тот момент, когда правообладатель запрещает вам встраивание этого видео или вообще даже показ в каких-то определенных странах. У меня такое было с Германией, Италией даже вроде, в общем, всего я перечислить вам не могу, но у меня было и такое. Ну и с помощью этого несложного лайфхака вы можете использовать абсолютно любую композицию, которая вам нравится и которой вы сами служите. И не бояться за то, что ваш любимый исполнитель отберет у вас вашу заработанную копеечку. Ну а с вами был Саша Джагернала. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok